шалом уважаемые дамы и господа с вами раввин алекс артовский майна роща москва тот кто любит глубокие мелодии нигу ним я советую прослушать не короткий но очень яркий нигун который называется шамиль не случайно этот нигун он назван в честь человека который может быть не так позитивно раскрывается в истории шамиль предводитель кавказских племен людей которые стояли на тропе разбоя не подчинялись российской империи в конце концов он угодил в темницу вот в этом нигу не есть несколько уровней первый уровень когда он был царем второй уровень когда он попадает в темницу третий уровень когда он плачет вспоминая кем он был четвертый уровень есть надежда выйти с темницы подняться наверх хасиды назвали необыкновеннейший нигун именем шамиля потому что это яркий пример свободы и заключение в рабство это аналогия еврейской души которая была где-то очень 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 высоко у самого всевышнего и по призыву и приказу она попадает в нижние миры она заходит плоть и кровь и борется в заточении много времени она плачет как мне было хорошо там наверху всевышнего я была свободна я чувствовала свет творца без каких-то экранов но здесь я попала в эти чистые килограммы большого веса где жир холодный мозг ограниченное зрение ограниченный слух речь иногда вульгарная и недопустимое заслоняет как экран этот свет эта душа плачет но с другой стороны она понимает что все что произошло все это испытание от него и сейчас она знает что есть надежда что она победит материальность этого мира этого тела и в конце концов соединиться с великим светом этот нигун он вселяет великое чувство духотворенности когда мы понимаем что в этом мире все тлен и прах есть всевышний который дает нам силы устоять при любом испытании шалом шалом а